МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас, конечно, христианин не тот, что наши предки, которые душу свою могли вложить за то, чтобы не изменить, не крестные знамения могли в костер пойти и так далее. Вот эта позиция очень непонятна и достойна уважения. ПЕСНЯ 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 Отец Геннадий большую часть своей жизни посвятил служению Богу. В середине 80-х годов он принял сан и стал священнослужителем. А в конце 80-х отдал много сил на восстановление русской православной старообрядческой церкви. Раньше в этом храме находились квартиры, позже спортзал, а потом цех по ремонту металлических изделий, отходы которого сбрасывались в подвал. ПЕСНЯ Теперь каждую субботу и воскресенье отец Геннадий проводит здесь службы. Также на территории храма находятся трапезны, где верующие после службы могут отобедать и поговорить о делах. Но и здесь, как и в церкви, существует определенный трес-код. ПЕСНЯ Если говорить о внешнем образе, можно опереться даже на священописание, где, скажем, не просто мы объясняем верующим, что вот Господь сотворил мужчину по образу моего и по подобию, поэтому носить бороду. Но и конкретно во Второзаконии говорится, да не взаид постригала на броды ваши. ПЕСНЯ То есть это же книга вечная и является для христианин такой твердой опорой. Но мы-то стараемся объяснить людям, что действительно пред Богом срам на женщине и постригаться, и пред мужчинами, и на молитве быть с ней покрытой головой. ПЕСНЯ Что касается трапезы, сейчас человек часто пытается и здесь найти какие-то уловки, и питаться именно так, чтобы было и очень вкусно, и очень питательно. Конечно, это не приветствуется в церкви, потому что пост – это время воздержания. И воздерживаться нужно со всей полнотой и со всей ответственностью, действительно как-то ущемлять свое тело, воздерживаться от, можно сказать, от вкусной пищи. И все внимание наше концентрируется на том, чтобы не допускать в душу вредную информацию, а информация и есть основное питание души, и в то же время дать обильную пищу положительного характера, ну, с христианской точки зрения именно. А в остальное время, когда, ну, так называемый, мясоед, да, мы приветствуем, чтобы люди питались той пищей, которая произрастает в той полосе, где мы действительно проживаем. Ну, это просто здорово. Мы сторонники того, чтобы человек не одевал маски и не менял их, был всегда самим собой, несмотря на то, что... Я думаю, что это вот как раз старобрядцы закладывается изначально и даже, может быть, на каком-то уровне таком генетическом, потому что и наши предки никогда не лукавили, несмотря на то, что были сильнейшие гонения. В 17 веке в Москве сложилась оппозиция, считающая нормы русской церкви и общественной жизни слишком тяжелыми и безрадостными, а значит, по их мнению, неправильными. К концу смутного времени, когда государство и церковь были на подъеме, а внешнеполитическая ситуация благоприятствовала России, царь Алексей Михайлович и патриарх Никон сочли этот период наиболее удобным для попытки церковной реформы. Так, на протяжении с 1654 по 1657 года было проведено несколько соборов, где решалась судьба русской православной церкви. Реформа набирала обороты и в результате превратилась в жестокую расправу над людьми, которые не захотели менять устои своей веры в угоду правительству. В период правления Софьи старообрядцев пытались поставить на путь истинный, насилием, пытками и казнями. Но не желая отдавать свою жизнь и имущество нововерам, старообрядцы уходили в Сибирь, либо сжигали себя в собственных домах. Но и для Софьи, как показала история, все закончилось довольно плачевно. Следующему царю, Петру Первому, не надо было доказывать свою власть жестокостью, Петру нужны были деньги для переустройства России, и он обложил староверов двойными подушными податями за право носить бороду и справлять собственные службы. Из всего сонманово введений, вызывавших отторжение, самой заметной была реформа перстосложения. Когда вместо двуперстного, символизирующего Божью и земную природу Спасителя, водится троеперстие, которое в народе воспринимается, как щепоть и имеет земное, возможно, вульгарное значение, кукиши. И крестициям верующему было невыносимо. Часть людей осталась приверженцами старой веры, то есть они предпочли пожертвовать, ну и своим, спокойной своей жизнью, иногда даже просто жизнью, потому что в 17 веке преследования старообрядцев были, конечно, особенно жестокими. Но об этом времени, то есть вторая половина 17 века, начало 18 века, мы, конечно, знаем очень мало. Но старообрядцы не исчезли, а выделились в особый тип русского человека, который упорно хранит в себе каждый звук национальной фигуры, чтит уклад предков. Богоугодно они живут по всему миру и в городе Казань в частности. В Казани издревле существует старообрядчество и представители, две общины, представляющие два основных течения, то есть приемлющих священства и беспоповцев. Особенно активно эти общины уже существовали в конце 19-го, начале 20 века. У старообрядцев приемлющих священства был выстроен в 1909 году храм в начале улицы 1-я гора, это ныне кафедральный собор Казанской-Вятской епархии. А у старообрядцев без поповцев были молитвенные дома в районе современного колхозного рынка, в районе пляжа Локомотив было восстановлено тоже молитвенное здание. И еще у одного согласия старообрядцев без поповцев был храм на улице Вознесенской. Ныне это улица, дом Островского, здание, вернее, Полостровского, дом 81. Ныне относится к храму старообрядцев приемлющих священства. Среди казанских старообрядцев всех согласий были очень богатые купцы, которые занимались общественной деятельностью, благотворительностью. Вот у беспоповцев особенно известны Шамов, на средства которого усилиями его и его жены была выстроена городская больница, которая ныне называется, и поныне называется Шамовское, да, это здание. Это Оконечниковая, которым принадлежала крупная паровая мельница в печищах. Ну а старообрядцев приемлющих священства, это такие фамилии, как Романовая, Барабановая, Свечниковая, Четверговая. Вот как раз из семьи купцов Четверговых происходит и нынешний настоятель казанской общины русско-православной старообрядческой церкви, отец Геннадий Четвергов, а его брат в миру Александр Четвергов, а уже в церковной своей жизни, Адриан, митрополит Адриан, несколько лет возглавлял русскую православную церковь. И у старообрядцев Казани были особые места захоронения, было отведено место в конце Арского кладбища, и там сохранились могилы многих и знаменитых, и незнаменитых старообрядцев. Они, в общем-то, напоминают, конечно, это христианские, и очень многие христианские захоронения на Арском кладбище сохранились старинные, ну а старообрядцев всегда восьмиконечные кресты. И это не только, конечно, надгробные кресты, но и на всех храмах всегда у старообрядцев только восьмиконечные кресты, так принято по канону. Много лет прошло со времен гонения старообрядцев. Избы не горят, ни быток, ни преследования больше нет. Но остается вопрос, отчего же братья во Христе разделились на два лагеря, а любовь к ближнему превратилась в ненависть. Всегда человеку хотелось, живя в миру, чувствовать себя человеком верующим. Я говорю о христианах. И когда церковные какие-то каноны казались ему, кажутся ему тяжелыми, иногда невыполнимыми, он пытается найти лазейку. Так случилось и в середине XVII века. Тогда просто целое все русское общество раскололось. Общество, которое искало каких-то упрощений, допущений каких-то слабостей. И дальше больше общество, можно сказать, развивалось по этому принципу. А астропереческая церковь имела иной принцип. Она говорила, что правила церкви вечны. Их просто нужно соблюдать. Нужно подтягивать уровень верующих, уровень веры христиан до уровня соблюдения правил и их соблюдать. А не подстраиваться под какое-то время. Вот в этом принципиальная, наверное, разница на астропереческой и астропереческой церкви. Казань растет и меняется. Меняются люди, одевают другую одежду, переселяются в новые дома. Но порой незримо для нас некоторые из них, так же шагая в ногу со временем, не могут и не хотят изменять тому сакральному, так тяжело сбереженному и переданному нам нашими предками, с тех времен, когда человек мог быть не просто пешкой обстоятельств, а крепостью с мощной опорой и с нерушимой верой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok